Приветствую вас, спасибо вам большое за то, что обратились ко мне, спасибо вам большое за то, что ожидали, спасибо большое за то, что прониклись в ситуации, написали все очень подробно, я постараюсь вам дальше подробно ответить на вопрос. И начнем мы, пожалуй, с того, что определим природу, характер отношений вашего мужа со своей бывшей женой. Во-первых, хочется сказать так, вот она постоянно противопоставляла себя и его матерью, она соперничала с ней, с его матерью. Значит, почему она с ней соперничала? Вот как вы думаете, почему она это делала? На самом деле, ответ на этот вопрос заключается в том, что она очень на мать вашего мужа похожа. То есть ситуация заключается в том, что женщина соперничала с матерью потому, что видела в ней себя. Это означает, что они были похожи. И раз ваш муж, значит, как бы это сказать, раз ваш муж очень сильно был привязан к матери, и он очень ее любил, очень их уважал, ухаживал за ней и так далее, что при наличии определенной схожести между матерью и его бывшей женой, такое же отношение у него и к своей бывшей супруге. Это нужно понимать. Далее мы скажем с вами так. Почему мужчина так сильно был привязан к своей матери? Потому что она воспитала его определенным образом, и потому что так сложились у них отношения, что потребности мужчины, видимо, как-то удовлетворялись за счет его мамы. То есть в маме он видел некий оплот стабильности, некий оплот определенности, некий оплот защищенности, некий оплот надежности. Надо сказать, что раз мама так сильно привязала своего сына к себе, что он даже выбрал ее вместо жены, хотя выбор многие бы сделали совершенно другой, то ничего, надеюсь, не нужно говорить о том, что изрядная доля привязанности, есть у него и к бывшей жене. Полагаю, что именно эта привязанность, которая роднит его жизнь с матерью и мешает вашему мужу, по сути дела, полностью отстранить, отдалить ее от себя. Полагаю, именно этим и объясняется тот факт, что ваш мужчина, например, в период, когда вы поссорились и две недели не общались, он был с ней. И вот здесь начинается первый момент, с которым мне бы хотелось вам, ну так сказать, представить, презентовать как проблемный именно в отношении вас. Дело в том, что вы просили его за то, что он вам изменил, изменил неоднократно, изменял неоднократно, своей бывшей женой. Нужно очень хорошо понять, что вами двигало. Я понимаю, что вы любите его, я понимаю, что вы хотите быть с ним, я понимаю, что он умолял вас и так далее. Но очень важно понять, что вы, чем вы руководствовались, когда его прощали. Потому что измена, измена такого рода, она не представляет собой, знаете ли, какую-то ошибку. Она не представляет собой, знаете ли, ну, какое-то вот помрачение, да, разума. Она представляет собой, эта измена представляет собой очень целенаправленное поведение, направленное на удовлетворение своих интересов. Мужчина начал с вами встречаться, да, и он, вероятно, считал вас своей, ну, как бы это сказать, ниже себя. То есть он вам помогал, он для вас что-то делал, он считал, что вы ему должны. Он считал, и, наверное, считает, что вы ему обязаны, что вы принадлежите ему, зависите от него, и он, в принципе, ну, все, что у вас есть, это все его. Знаете, когда мужчина, вот, подчиняется женщине, а он определенно подчинялся и своей матери, он определенно подчинялся и своей бывшей жене, то с другой женщиной, которую он считает ниже себя, возможно, ему и нравилось общаться с вами именно потому, что он помогал вам чувствовать себя выше вас, строится на совсем иных основах, на совсем иных принципах. А именно, насколько мужчина подчинялся тогда, ну, вот, он заметался, да, он метался, он бегал сперва между мамой и бывшей женой, потом, между бывшей женой и вами, то есть он не может принять решение, не может понять, где ему лучше, так вот, со своей бывшей женой ему спокойно, хорошо, он находится на своем привычном месте. А с вами он, вроде бы как, является тем самым классическим мужчиной, который, ну, вот, в традиционном смысле этого слова имеет место быть. И поэтому, именно это метание, именно эти его интересы наводят меня лично на определенную мысль о том, что, значит, он с вами, потому что ему хорошо, он с вами, потому что он с мамой хлебнул определенные привязанности, определенные обязанности за своей бывшей женой. То есть, то же самое у него получилось, а вы, вы для него были как глоток свежего воздуха, когда он, собственно говоря, почувствовал себя немножечко, ну, в другом амплуа, в другом вообще свете. Он почувствовал себя почувствовал себя мужчиной, почувствовал себя главой семьи, почувствовал себя лидером, почувствовал себя во всех отношениях ведущим, и это ему какое-то время нравится. Другое дело, что его жена, которая привыкла им помыкать, его подчинять, она все время давит ему на те нотки, которые, собственно говоря, у мужчины вызывают другие желания. Желание быть, например, подчиненным, желание быть, например, там, ну, как бы сказать, ведомым, да, а не ведущим. И это вашего мужа постоянно раздражает. Он, вот, он только, вроде бы, с вами начинает намшиваться, хоп, жена. Только бы с женой, хоп, вы. И, конечно же, ему, ему тяжело, ему тяжело. Я понимаю, что вы его любите, но видите ли, какая получается ситуация. Он сейчас чувствует, что он целиком и полностью, амм, независим от вас. И он, наверное, амм, скорее всего, вот, напросто, присыкнулся тем, что он видит. И обретал получать удовольствие от того, что он ведущий ваши отношения. Он перестал получать удовольствие от того, что он совершает, а вы, как бы, от него нависли. Ему перестало отмравиться. Сейчас, наверное, он понял, что, в общем-то, это не так хорошо, не так здорово. Кроме того, когда вы простили ему и поверили, при всем великодушии вашего поступка, это все-таки было очень сильно похоже на то, что вы, ну, скажем так, уступили ему. Почему вы не, ну, знаете, вот женщина в такой ситуации, она не приняла бы мужчину, не приняла бы его. Да, несмотря на то, что любит, она бы его не приняла. Она бы, на самом деле, ну, просто дольше бы времени давала бы мужчине на то, чтобы он ее добивал, чтобы он показал ей, что она для него единственная. А вы, по сути дела, простили его сразу после того, чтобы он признался и в слезах умолял вас простить его. То есть вы-то его простили. Но цены в себе очень здорово снизили. А достоинство свое немножечко подпортили, подморщили. Вот, а что, не мужчина. И мужчина теперь считает, что вы от него никуда не денете. Что вы, по сути, его завоевание, что вы, по сути, его, что он совсем справился. И больше-то ему, по сути, дело неинтересно. Потому что человек, видимо, постоянно привык к тому, что женщина рядом с ним и вообще отношения, это его направленность на покорение каких-то их шин, на покорение каких-то высот и на то, что на него смотрят сверху вниз. Ну, есть такие мужчины, которые им это нравятся. Я полагаю, что вам, вам, этих качеств, гандельские мужчины, не хватает. Вам, как гандельские мужчины, этих качеств просто-напросто нет. У вас нет. И поэтому его жена, вот так вот вам звонит, она сама взяла у него телефон, когда он был у нее, там, ну, например, еще когда он вам изменил, уже она вам звонила, просто взяла его телефон, пока он был где-то, и переписала себе, и теперь, естественно, звонит вам, это у нее такой, такая, может быть, стратегия по вашему, ну, по выживанию вас, по выживанию вас из дома вашего мужа и так далее, и так далее. Почему она, вот, с ним развелась, да, она оставила его перед выбором, почему она с ним развелась, а когда развелась, то, увидев, что он нашел другую женщину, то есть вас, начала мной пытаться его вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху. Она была уверена, что он будет пытаться ее вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху-вверху- Шоком, когда она увидела, что он в действительности не ищет путей возврата к ней А он на самом деле уже нашел другую женщину Именно поэтому она пытается его вернуть Потому что уже ее чувство собственного достоинства оказалось подударем в этой ситуации Ну а женщина определенно очень эгоистичная Женщина определенно думает только о себе Она вашего мужчину не воспринимает вообще как своего То есть наоборот она воспринимает его как своего как раз таки Но она очень ярко выраженная собственница И думает она только о себе, а не о нем И из-за этого вот такая ее реакция То есть нужно понимать, что жена совершает все эти поступки, которые она совершает И мужчина может быть как-то дразнит Ей это на самом деле даже не нужно ничего говорить Ей не нужно ничего конкретно делать Ей нужно просто быть собой Чтобы всем своим поведением, всем своим видом напоминать о том, что мужчина потерял, когда от нее ушло И она ведь знает, что раз мужчина был с ней, значит ему все нравилось Ему нравилось, что она вот так ему относится Ему нравилось, что она так себя ведет Возможно и в интимной жизни у них тоже были определенные аспекты и так далее То есть ей не нужно ничего делать, чтобы мужчину провоцировать Ей просто достаточно быть собой А мужчина уже сам находится, сам ощущает, что его дразнит И он как бы на перепуте И этим объясняется его раздражение Этим объясняется его напряжение Потому что, с одной стороны, у него есть вы Для вас он стал первым, да, мужчины С вами он ведущий, с вами он лидер И ему нравится это ощущение Но оно ему нравится уже, судя по всему, как образ прошлого Потому что удовлетворение от этого образа прошлого Он особо не испытывает По крайней мере, на данный момент И у вас, что вам делать в этой ситуации Я могу сказать так Двигаться вам нужно в двух, на самом деле, направлениях Первое направление Это работать над своей независимостью Чтобы показать мужчине, что вы не собираетесь терпеть его отношения Чтобы показать мужчине, что вы не собираетесь там Как-то бесконечно его ждать Бесконечно его ожидать И так далее Бесконечно терпеть все вот это вот его поведение Которое, пусть и не откровенно оскорбительное Хотя очень неприятное И, а нет, на самом деле, да, не оскорбительное Я вспомнил Вот он писал вам Там выписали, что он говорил вам матом и так далее То есть он так ведет себя Потому что, кстати, как и вы Знает, что вам некуда идти С родителями у вас далеко И что вы не работаете Что вы классиру Там, например, ну, снимать не можете И что потом, только после двух недель сессии Вы сможете отправиться на работу И это значит, что он, ну, он же вас сейчас не выгоняет Не выгоняет Даже с вами у нас устраиваться на работу Работать Обеспечивать свою независимость Постепенно Чтобы сделать что с этой независимостью С этой независимостью Вы, во-первых, покажете мужчине Что вы ему не принадлежите полностью Честно думаю, что вы от него зависите И эта зависимость, она отчасти Также лишает вас Лишает вас Интереса для него То есть вы ему не интересны Именно потому что вы от него зависите И зависите вы достаточно сильны Это правда, это по факту Дальше Понимание того, что его жена действует в всяких интересах Не в интересах мужчин Она его не любит Она, скорее всего, им не бралит Потому что он ее любит Потому что она собственница И не может признать того факта Что у нее отбили мужчину Именно поэтому она действует так То есть все ее поступки И если она говорит, что она через вас ведет такой внутренний диалог Именно со своими желаниями Через вас лично Через вашего мужчину Она ведет диалог со своими желаниями Для него не существует как личность Как индивидуальности Не вас, не вашего мужа Но есть только свои желания И все Если человек, даже ребенка Использует как средство Как аргумент То это очень большой показатель того Что для человека В определенном роде В определенном смысле Отсутствует что-либо святое Отсутствует что-либо Неприказновенное Обсутствует Что-либо такое вот Нежное, любимое, личное, интимное Человек готов на все Либо свои желания удовлетворить И вы понимаете Что человек эгоистичен Вы понимаете Что она действует так Потому что испытывает Дефицит личных своих желаний То есть человек злой Человек ведет себя негативно Человек достаточно нагло Агрессивно себя ведет Вы это понимаете И поэтому вам нужно понимать Что она человек несчастный А все эгоисты несчастны Ну хотя бы потому что Эгоист идет из детства Если для детей эгоизм Это нормально То для взрослого человека Тоже аномалия Потому что если Детский эгоизм Это естественная характеристика человека И она адекватно Воспринимается его родителями То во всей своей жизни Эгоистичный человек Отдает одинок И в каком положении оказалась Жена Высшая жена Вашего мужчины Правильно Именно в одиноком положении Потому что она эгоист Эгоисты несчастные люди Потому что они по сути Ну не повзрослели Эгоизм это по сути Ассоции взрослений Эгоизм это по сути дела Постоянное ощущение Дефицита чего-либо Дефицита каких-либо желаний И такой человек Он на самом-то деле Очень тяжело живет На плане что ему кажется Что у него нет Постоянно то-того-то-того-то-того Он несчастный Он постоянно испытывает Неудовлетворенность У него постоянно Фрустрация И так далее И вам Его жену Нужно пожалеть Вам его жену Нужно пожалеть Пожалеть Обноситься к ней Жалости С пониманием Когда вы ее пожалеете Вы возвышаетесь над ней То есть Вы Принципиально Качественно Качественно Измените свое Обношение к ней Через жалость Сейчас Вы ей себя Как бы противопоставляете А тогда Вот Оставьте себя Выше И Собоставление Уйдет Самое Вы поймете Что она несчастная Вы увидите Что все Что она делает Это следствие Именно ее Тотальной Невдовлетворенности В своей жизни С собой И так далее И это Очень несчастный Желает И она не любит А вы любите И это Делает вас Гораздо полнее Гораздо Полноценнее Гораздо лучше И так далее А это значит Что и сравнивать Себя Абсолютно Нечем Абсолютно Нечем Далее Кажаем Мужчины Как только Вы уберете Этот раздражающий фактор Все ваши ссоры Происходят Именно на почве Жены По крайней мере Из того Что вы написали Как только Вы уберете Фактор Восприятия Супруга Как соперницы Как Чего-то страшного Чего-то равного Вам Позже Позже Для ссоры Падет И вы Своими ссорами Понимаете Когда вы ссоритесь С мужем По поводу жены Вы невольно Наталкиваете его На то На ту мысль Что С ней Ему было лучше Чем с вами Пусть это не так Пусть это В действительности Не имеет никакой Реальной подопреки Реальной доказательств Но Он Думает Что это так Когда с вами ссорятся Кадыра К сожалению Потому что Ну так вот ссорен человек Так вот ссорен мужчина Когда Одна жена Ссориться Одна женщина Точнее Ссориться С мужчиной В контексте И у него Другой женщины Он Невольно В силу Реакционного Поведения В силу Расшитного Механизма Воспринимает Другую женщину Ту В отношении Которая Происходит ссора Как более Лучшую партию Более Лучшую пассию И еще Очень важный момент Что в силу Того Что они Живут вместе Сейчас В силу Потому что Они видятся Мало Мужчина Может идеализировать Ее образ То есть видеть Не только Хорошее И не видеть В ней плохое И получается Так что он Сейчас Своей жене Наблюдает Своей бывшей Жене Наблюдает Только то Что его Ранее Ранее В ней Привлекало А привлекало В ней Его Определенный Набор Качеств Эти качества Я думаю Ну Лучше знать Вам Я В принципе Уже говорил Что привлекает Некоторым Повторяется Но тем не менее И Вам нужно В первую очередь Знаете как Вам нужно Понять Что вы Мужчину Привлекли Чем Какими Качествами Вы Привлекли Мужчину Ну Другими же Качествами Правда Не теми Качествами Которые Взяла Например Его Супруга Ничем Какими Другими Качествами Вы Привлекли Своего Мужчину И Эти Качества Явно Не Являются Какие-то Ссоры Какая-то Желоскость Агрессия Значит Об отношении Него С вашей стороны И так далее Эти Качества Представляют С собой Нечто Принципиально Иное Это Качество Значит Скромность Это Качество Повиновения Это Качество Мягкость Это Качество Ласка И так далее Потребность Мужчине Пока Себя Слабый Пока Себя Зависим От него Чтобы Мужчина Чувствовал Рядом С вами Себя Сильным А когда Он начинает Ссориться Когда Он начинает Спрашивать У него Что-то Когда Он начинает Пытаться Что-то Понять У мужчины Волей Неволей Сплывает Образ Его Жены Которая Делала Наверх То же самое Что и Вы Только У нее Это Получалось Гораздо Лучше А он думает Что вы Еще Одна Такая Его Бывшая Жена И я Понимаю Вашу Позицию Я понимаю Почему Вы Так Поступаете Я понимаю Почему Вы Это Делаете Вы Зачищаете Себя Свои Отношения Вы Решаете В конце концов Свою Семью Которая Которая Хоть Еще Не Обязана Но Она Уже Похожая На Семью Да Я Понимаю Вас Но И вы Поймите Что Мужчина Привык К тому Что От него Все Требуют Мужчина Привык К тому Что Им Командуют И Просто От него Требуют От него Делать То И Сделать Так Того Хотят Другие Но Не Он И Поэтому Когда Вы Пытаетесь Делать То Самое Для Мужчины Это Выглядит Жалко Разращающе И По Сути Дело Еще Больше Отталкивает Его От вас Почему Потому Что Мужчина С вами Был Из Совсем Других Причин Мужчина С вами Был Из Совсем Других Качеств И Вот На Эти Качества Вам Нужно Обращать Внимание То Смотрите Вы Ссорами Своими Своими Значит Претензиями Вы Ничего Не добьетесь Потому Что Ну Мужчина От вас Закрывается Мужчина Ходит Злой Напряженный Мужчина Не идет На Значит Диалог Какой И Это Плохо Это Очень Печально Но Тем Менее Это Правда Это Факт И В этом Смысли В Эммм Отношении Вам Можно Только Менять Свою Базицу Поменяйте Ее Кардинально И Принципиально Перестаньте Вообще Его Трогать Перестаньте Его Как Доставать И Подъявлять Претензии Поймите Если мужчина Хочет И Захочет Общаться С женой Захочет С ней Как-то Взаимодействовать Он Будет Это Делать Хотите Вы Этого Или Нет Он Будет И Вы На Это Никак Не Повлияете Но Если Вы Будете Негативно Реагировать Если Вы Будете Устраивать Скандалы И Выснение Отношений Это Еще Больше Его Отврат Отврат А Вам Это Не Выгнется Сейчас Принять Мужчина Чтобы Мужчина Чтобы Чтобы В первую очередь Дать ему Понять Что Вы Не Такая Как Его Жена Чтобы Принципиально И Качественно Отличаться От Нее Чтобы Принципиально И Качественно Показывать Мужчине Что Вы Другая Эта Жена Наверное Не Чего Рас Требует То Вы Напротив Ничего Не Требуете И Как Вы Веряете Ему Веряете Себя Ему Для Того Чтобы Он Делал С Вам Все Что Хочет Я Здесь Кстати Без Какого Либо Неприличного Умысла Я так Говорю Это Именно В Кондексте Ваших Личных Отношений Прошу В этот момент Учить Чтобы Не Было Недопонимания Или Чтобы Вы Не Думали Что У Меня Какие То Грядные Нехорошие Мысли Нет Я Исключительно Хочу Чтобы У вас Не Было Хорошо Правда Мне Важны Ваши Интересы Я Пытаюсь Именно Помочь Вам Добиться Того Чего Вы Хотите И Если Вы Покажите Мужчине Что Вы Не Такая Как Его Жена Если Вы Покажите Мужчине Что Вы Другая Если Вы Дадите Ему Понять Что Он С Вами Может Проявлять Свои Мужские Качества Если Вы Вновь Вспомните То Чем Вы Изначально Его Привезли То Как И Его Жена Которая Сейчас По сути Занимается Тем Вы Покажите Мужчине Чем Вы Его Привезли И Мужчина Воды Неволи Будет Видеть Креди Собой Что Двух Женщин Первая Женщина Это Его Прошлое Его Бывшая Женщина Которая Они Репелились Которая По сути Придала Его Потому Что Ну Ставить Выбор Между Ней И Матерью Это Вообще Очень Эгоистично Я Не думаю Что Мужчина Будет С ней После Этого По сути Не Будет С ней Духовно Да Он Не Ревнодушен Возможно Но Это Скорее Мужчина С Физиологический Характер И Память Отношений Чем Какое Духовное Единение И Есть Вы Его Настоящее И Возможно Будущее Которое Он Особенно Выбрал Напомните Ему О том Почему Он Выбрал Именно Вас Постарайтесь Хотя бы Это Сделать Напомните Ему Почему Он С вами Чем Вы Его Привлекли Чем Вы Его Покорили Чем Вы Его Пробили Дальше Это Ваше Поведение Оно На самом деле Лишь Поможет Вскрыть Вскрыть Что Отношения Ваши С Мужчиной То Ест Вы Дадите Мужчине Возможность Быть Свободным С вами Перестанете На него Давить Перестанете Что-то Требовать Ну И Вообще Будете Проявлять Свои Положительные Качества Только Если У Мужчины Есть Кван Чувство Как Мы Говорили Он Будет С вами Он Успокоится Он Перестанет Раздражаться Он Ослабится Наконец Потому Что Не будет От вас Ждать Поставить Постоянно Какие-то Ссоры Истинные Отношения И так Далее А вы Будете Вести Себя Более Уверенные Потому Что Я надеюсь После того Как Я Объяснил Вам Почему Его Жена Бывшая Так Себя Ведет Вам Жизни Вашей И Вашего Граданского Мужа И Это Позволит Вот это Все Позволит Мужине Иметь Возможность Проявлять Себя К вам Наиболее Искренне Наиболее Полно Ну Так Как Вообще Говоря Он Этого Хочет Если Предположить Что у Него Есть К вам Сюртва Но Они Сейчас Заглушены Вот Этим Вот Прозвращением Ощущением Что вы Еще Одна Его Бывшая Жена Только Другая Да И что вы Вообще Находите Не в Своем Апло Что вы Ведете Себя Неправильно Что вы Вообще Замахиваете На то На что Не должны И так Далее То Со Временем Его Чувства Вновь Будет К вам Проявляться Вы Дайте Ему Время Эти Чувства К вам Проявить Вот А Параллельно С этим Внимайтесь Учебой Внимайтесь Работой Вы Поняли Сейчас Что Мужина Не так Уж Искренне Не так Уж Хорошо Потому что К сожалению К вам Относится Это Лишь Только Но Этого Не Изменить То есть Мужчина Он Не К вам По-другому Относится За Временем То Что Вы Можете Сделать Это По сути Делать Только Дать Возможности Проявиться Тем Чувствам Которые Уже Есть Новых Чувств Новых Чувств Не Появится И Поэтому Не Не Имея Возможности Полностью Ему Доверять Не Имея Возможности Теликом На него Положиться Вы Вам Нужно Задавать Свой Собственный Плацдарм Для Возможного Отступления В случае Если Мужчина Все-таки Продонит Свою Деструктивную Линию По Значению К вам То есть Наниматься Своей Независимостью Возможно Откладывать Какие-то Средства Откладывать Какие-то Какую-то Часть Дохода На Приобретение Например Своего Собственного Жилья В случае Чего Чтобы В случае Совсем Оскорбительного Неуважительного К вам Отношения Вы Могите В любой Момент Встать Уйти И Сказать Мужчине Что Вы Не Собираетесь Терпеть Подобное Поведение По отношению К вам Сейчас Мужчина Знает Что Вы Никуда Не денете Сейчас Мужчина Знает Что Вы Целиком И Полностью В его Власти Это Позволяет Ему Вести Себя Соответственно Мужчине Никогда К сожалению Не должен Быть Уверен Что Женщина Принадлежит Ему Ему Это Негативно Влияет На То Как Он К ней Относится Это Негативно Влияет Вообще На всех На всех Мужчин То есть Вы Позволяли Ему Помогать Чебе Он Вам Помогал 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 Понял Что Вы Целиком От Него И Полностью Зависите Он Вас Забоевал Он Сделал Вас Своей А Дальше Интерес Интерес К вам Начал Угасать И Интерес Угасает Еще Больше Когда Вы С ним Скандалите Когда Вы С ним Ругаетесь И И так Далее И Вот Вам Нужно Показать Ему Что Вы Далеко Не Такая Жертва Как Он Вас Видит Вы Далеко Не Такая Беспомощная Как Он Вас Воспринимает Вы Далеко Не Такая Несерьезная Как Он Вас Сейчас Видит Вы Можете Постоять До Себя Вы Можете Себя Обеспечить И Вы Никому Не Позволите Обижать Себя Вот Эти Моменты Вам Эти Моменты Вам Предстоит Мужчине Дать Понять Как Со Временем Через Организацию Своих Собственных Доходов Итак Суммируя Все Выше Сказанное Можно Сделать Вывод Что Ваше Поведение Ваша Стратегия Деятельности Выстраивается На Трех Основных Постулатах Первое Понимание Причин Поведение Бывшей Жены Муза Осознание Что это Несчастный Человек Который Сам Мучается От Существования Поверьте Это Действительно Так Все Энгоисты Очень Тяжело Живут Постоянно На нервах Им Очень Очень Тяжело И Иногда Даже Страшно Жить Понимание Этого Поможет Вам Уважающему Фактору И Закрывать На него Глаза Относиться К нему Спокойно Можно Даже С юмором Высока С полным Осознанием Что Вы Лучше Выше Этого Что Вы Умеете Любить Вы Умеете Бить Прерывно Что Вы Умеете Не только Брать Но и Отдавать А это Качество Бесцен Второй Второй постулат Прошу прощения Второй постулат Это Изменение Отношения К мужчине Так сказать Возврат К истокам Возврат К тому Чем Вы Его Когда-то Привлекли Обращение Внимания На то Как Чувствовал Себя Мужчина Когда Был С Вами Кем Он Себя Чувствовал Какие Вы Вы Вызывали У него Ощущения И Стремление Вновь Эти Ощущения У него Вызвать Ну Например Если Вы Были Перед Ним Слабой Если Вы Выглядели Перед Ним Слабой И Мужчина Рядом С вами Чувствовал Себя Сильным То Соответственно Вам Нужно Вновь Быть Вам Нужно Вновь Быть Слабой Чтобы Вновь Его К себе Расплавить Чтобы Вновь Вызвать Как бы Это Сказать Чтобы Вновь Вызвать У него Ту Нежность Которая У него Была К вам И Этот Момент Этот Момент Вам Тоже Нужно Обязательно Учесть Третий Постулат Третий И Самое Главное Третье И Самое Главное Заключается В том Что Вам Нужно Создавать Свой Собственный Плод Для Того Чтобы Быть Независим От Него Чтобы Ни Эмоционально Ни Материально Ни Физически От Него Независим Чтобы Своей Независим Создать Понят Мужине Что Вы Не Принадлежите Целиком И Полностью Ему И Что Он Может Вас Потерять Страх Потерять Свою Нейшину Возвратить Чувства Если Они Конечно Есть И Следует Помнить В этом Контексте Что Молодой Человек Мужина Никогда Не Должен Быть Уверен В том Что Нейшина Принадлежит Полностью Ему Это Расслабляет Это Демотивирует Человека На какие Либо Поступки И Провансирует На то Чтобы Смотреть На Других Женщин В том Числе И На Свою На Своих Бывших Женщин Следующее И Главное Это То О чем Мы Наверное Говорили Меньше Всего Сегодня Но Тем Не Мене Следующее И Главное заключается В том Что вам Нужно Поняться Своему Мужину Почему Он Так Сильно Тяготел К матери Почему Он Так Сильно Тяготел К своей Жене Такой Эгоистичной Чем Обусловлено Было Его Поведение Его Терпение Ее И так Далее И что Он Хочет Видеть В вас Ради Чего Он С Вами Что Ему Нравится В вас Попробуйте Задаться Этот Вопрос И Попробуйте Дать Ему Нравится И тогда Вы сможете Сохранить Отношения Если Еще Есть Что Сохранять Если Сохранять Нечего То Для Вам Актуарен Третий Постулат Но Здесь Точно Не Нурно Рвать Не Стоит Обострять Ситуацию Лучше Спокойно Незаметно Подготовить Плац Дарм Для Вероятного Возможного Ухода Чтобы Потом Было Просто Куда Уйти Но Уйти Комфортно Уйти Естественно Уйти Грамотно И С достоинством Самое главное Чтобы Не было Такого Что Мужчина Вас Выгнал И Вы Возьм Никуда А что Вы Сами Решили Решили Так Больше Продолжаться Не Может И Своей Собственной Волей Своим Собственным Выбором Приняли Данное Решение Скажите Это Совсем Иное Чем Например Когда Мужчина Самостоятельно Выгоняет Или Ставит Вас Предвыбором Как Это Происходит Сейчас Вот Примерно Так Можно Ответить На Вас Вопрос Пожалуйста Не Придавайте Значения Тому Что Мужчина Задерживается На работе Случится Может Всякое И В контексте Ваших Обношений Нет Ничего Удивительного В том Что Он Задерживается Потому Что Вполне Вероятно Ему Не Хочется Идти Домой Зная Что Вы Будете Ждать Его Наверное С очередными Претензиями Наверное С очередными Какими-то Моментами И так Далее Вот Надеюсь Я Помог Вас Разобрать Сторвы Надеюсь Вы Вынесете Что Полезное Из Вопросы Еще Появятся Если Вы Находите Что-то Обсудить Обращайтесь Я С радостью Вам Помогу Пока Желаю Всего Доброго И Удачи Продолжение следует